Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, с вами Карина. И да, конечно, давно не знаю, знаю, давненько мы с вами не виделись. И сегодня я возвращаюсь на канал с видео с покупками с сайта SHEIN. Так что, если это видео вам интересно, то, конечно же, продолжайте смотреть. Все ссылочки на вещи, которые я приобрела на осень, ну даже зиму, да, на нашу зиму, потому что здесь не супер какие-то теплые вещи на осень, так скажем. Я оставлю, конечно же, вместе с размерами в инфобоксе под этим видео. И обязательно разворачивайте, смотрите, что сколько стоит и вообще размеры. Я ношу размер small либо extra small, так что буду все вам параллельно показывать. Я уже отсняла примерку. И если вы еще не подписаны на мой инстаграм, Карина Попак, можете также подписаться, потому что там как-то попроще это все снимается, побыстрее, да, и пораньше, конечно же. То есть сейчас популярный очень видеорилс формат, поэтому классно, да, какие-то аутфиты быстро заснять, показать, что ты там сегодня надела. Так что переходите на мой инстаграм, Карина Попак, называется так же, как и мой канал. Поехали. Давайте первое я вам буду показывать сразу, то есть в обратном порядке, как из греческого канала, потому что я на греческий уже сняла. Вот такой сет, здесь две вещи, рубашка идет обычная, то есть она не оверсайз, но она не супер приталенная, конечно, но обычная такая, типа мужской рубашки. Прямой срез снизу, я вам покажу, как это все смотрится. И вот такое вот платье. Здесь огромный просто V-образный вырез. Размер S этот набор. Почему мне нравятся опять, я опять это повторю, такие наборы, когда две там вещи, да, либо три вещи, потому что их можно носить вместе, можно их разделять и носить по отдельности. То есть, например, вот это вот черное платье я надевала вообще с другой рубашкой. Вот, то есть какая у вас есть, либо другим цветом можете надеть рубашку, такую длинную. Я надевала рубашку, она причем у меня выглядывала сзади, задняя часть, да, из-под платья. Смотрелась обалденно, в инстаграме у меня есть это видео. Так что классный наборчик, вообще рекомендую вам. И вот такие наборы обычно стоят недорого. Следующая, давайте уже рубашку тоже покажу. Взяла еще одну белую рубашку, скорее всего тоже размер S, потому что я ее уже носила, отрезала этикетку. Эта вот уже рубашка идет, я не знаю, в какую сторону вам показывать, по-моему, отсвечивает. Она уже оверсайз, такая она свободная, типа палатия сделана сзади, вот эта задняя часть, она как раз-таки длинная. У меня есть подобная рубашка Zara, тоже вот что-то подобное, но там вроде потоньше материал, здесь он чуточку толще, но гладится безумно легко, просто. Вот что первое, что эта рубашка безумно легко гладится. Рукава, то есть она обычная, обычная, не знаю, что еще сказать, в общем, тоже посмотрите на мне. Можно носить как тунику, да, на пляж. Вот, кстати, летом я очень часто надевала белую рубашку поверх купальника. На фотках, на видео безупречно смотрится, то есть вот такой лайфхак, да, если вы не знаете, что надеть на пляж. Так, дальше взяла, девочки, здесь кое-что спортивного, спортивного, взяла вот такие шортики, они как велосипедки, очень короткие, по бокам два кармана есть, ну, там, не знаю, ключик от шкафчика в спортзале положить, либо телефон, я, кстати, телефон сюда попробовала положить, входит. Вот такие маленькие велосипедки, коротенькие шортики, ну, на улицу не знаю как, но я надевала, например, когда надевала вот это платье, я надевала их под низ, как шорты, потому что платье достаточно короткое, и, ну, знаете, мало ли там ветер подует, или еще что-то, а здесь такие шортики есть, то есть вообще супер себя уверенно чувствуешь сразу, ну, и, конечно же, для спортзала, размер не помню какой, скажу вам тоже в описании посмотрите, но они сидят классно, обалденно просто сидят, тянутся хорошо, нигде ничего не передавливает, вообще классные шортики. Девчонки, следующее, это для Йоланды, я, кстати, первый раз заказала большой, два больших заказа с сайта SHEIN, детская одежда, но я брала самый последний размер, не снимала видео, потому что у нее уже все вот так вот в одежде, там уже все перепутано, я уже не найду, что новое, что не новое. В общем, Йоланда брала несколько лосин, и вот эти ей были большие. Я говорю, ну-ка, дай-ка я их попробую. То есть ей все подошло, но вот эти вот большие лосины, я говорю, дай-ка я их попробую. Я их надеваю, обычные такие, знаете, лосины, классные, вот похожие качества, как вот у этих шортиков, ну, что-то подобное, знаете. И они на меня идеально сели, причем даже не то, что идеально, идеально, в талии они даже чуть-чуть мне большеваты, представляете, как они были большеваты Йоланди. Они очень удобные, они очень хорошо тянутся, я в них ездила туда-обратно до Афин, ну, в общем, в Афин и обратно, когда вот сестру отвозила в аэропорт. Кто не знает, у меня сестра приезжала сюда, если вы в Инстаграме, то вы знаете. И вот я ездила в них, абсолютно не давят, то есть я сколько часов была в дороге, не давят, не беспокоят, не чешут, вообще идеальные. Так что, девчонки, советую и ссылку вам оставлю. Они из детской одежды, то есть Shein Kids. Следующее, покажу вам вот такое боди, прозрачное, такая сеточка, знаете, здесь такой, ну, как водолазковый ротник, но он свободный, то есть он не давит, потому что я не ношу водолазки вообще, потому что меня раздражают вот эти вот горла, да, когда горло здесь. Но это вообще не беспокоит, прозрачное, легенькое и огромные вырезы сбоку, застегивается, конечно, внизу и смотрится безупречно, особенно если низ какой-нибудь грубый, то есть будь то грубая юбка какая-то кожаная, либо джинсы, да, какие-нибудь такие тяжелые, мощные, либо вот спортивные штаны, я вам следующие сейчас покажу, классно смотрятся, безупречно. Вы знаете, вот именно такой контраст, а то, что здесь еще принт, такой как милитари, да, получается защитный такой цвет, вообще смотрится безупречно, то есть не что-то такое легкое, воздушное, а вот именно грубо-легкое, так скажем, идеальное боди, и как раз-таки вот штаны, я, по-моему, с ними вот примеряла как раз, парашюты, карго, сейчас, ну, карго чуть-чуть даже в парашюты переделаны, более легкая ткань, более широкие, наверное, сейчас очень в тренде, внизу они здесь на резинке, бывают еще просто на завязках, да, подтягиваются, то есть карманы сбоку, как у карго, ну, карго-парашюты, я так назову, сзади тоже какой-то, ну, не карман, а такая обманка, и на веревках, есть такие штаны сейчас во всех магазинах масс-маркета, очень классные есть бершки, вот что-то прям подобное-подобное, но цвет этот, светло-серый, вот я взяла шин, потому что он мне понравился, и мне показалось, что он подойдет просто ко всем вещам, то, что вот есть у каждого в гардеробе, сидят безупречно, размер S, да, ну, если даже и экстра смол взять, то они тоже подойдут, и даже S на M подойдет, то есть такие какие-то они, как будто бы вансайз, да, как будто они на все подойдут, потому что на ком-то будут посвободнее, на ком-то по... более в облипку, я не знаю, как сказать, но, в общем, так они широкие, классные, качество обалденное, в них не жарко, я ходила, как плащовка, такая супер тонкая плащовка ткани, я ходила в них в дождливую погоду, вот, вообще ни разу не пожалела, хочу, кстати, в других цветах тоже вот такие штаны еще взять, немного сместила вещи, девочки, сейчас покажу вам несколько кофточек, вот эта кофта, видите, она моя самая-самая любимая с этого заказа, вот из всех кофт, то, что я заказала, обалденно классный вырез, чуть-чуть, ну, как бы горло прикрывает, но не водолазка, да, и здесь вот такая шнуровка, то есть, ну, бра можно надеть, но такое, чтобы прям минималистичное было, вот здесь вот посередине, какая-нибудь перепонка, потому что здесь достаточно так нормально, на груди раскрывается, растягивается, но ничего, конечно, не видно, но, в общем, лучше, конечно, без бра, это будет все более круто смотреться, но идеальная кофта, идеально смотрится, идеально сидит, девчонки, не жарко, не потеете в ней, вообще, просто вот идеальная, у меня нет слов, и я вам ее просто советую, посмотрите. Следующая, да, не кофта, но юбка, все равно, все равно хорошо, взяла вот такую кожаную юбочку, но это не кожа, это кожзам, конечно, здесь карманы, на таких ремнях, как вот, знаете, в самолете, да, вот такие вот застегиваются, и ремень, вот здесь вот, кстати, на талии такой же, он регулируется, видно, да, вот так, оп, застегнули, и все, здесь есть ткань, он сам, классная, вообще, юбка обалденно смотрится, если бы она была еще на талии, вот прям на талии, она была бы супер, но это размер S, мне бы хотелось, чтобы была экстра смол, конечно, но я затягиваю это все ремнем, тоже в инстаграме у меня есть видео рилс, как она смотрится, с чем я ее сочетала, можете посмотреть, юбка обалденно, классная, не пахнет, вообще, качество отличное, просто здесь все швы, здесь подклада нет, но здесь какая-то как ткань, в общем, все швы идеальны, и просто юбка на 10 из 10, вот реально, и, конечно, эту юбку, опять же, можно с любой легкой блузкой надеть, либо со свитером, да, с каким-нибудь грубым свитером, с ботинками, с ватфортами, вообще, обалденная юбочка, так, девочки, дальше, следующая кофта, она уже такая, ну, более теплая, наверное, чем вот предыдущая, мягкая, материал напоминает чем-то, кашемир даже, ну, это не кашемир, конечно, но здесь самый кайф, вот в таких рукавах, сейчас вот такие вот пух, я не знаю, что это такое, но это, видимо, из ниток что-то, как будто нитки распущены, в общем, пух, вот такое что-то пушистое, на штанах, на блузках, я не знаю, на пиджаках, кстати, вот такие вот штуки, вот на шине, я конкретно видела, очень тоже все сейчас в тренде, да, такое, и вот эта кофта, она идет на одно плечо, то есть, опять же, брали, либо одну лямку убираем, либо без лямок вообще, потому что не очень будет опрятно, наверное, смотреться, если одна лямка будет торчать, ну, в общем, на одно плечо, и очень классная, очень теплая, очень стильно смотрится, так что тоже, девочки, советую вам такую, дальше, кофта, которой я недовольна, вернее, как недовольна, мне модель сама нравится, видите, я вам тоже примерю, покажу, да, посмотрите, но цвет обалденный, цвет такой прям электрик, электрический синий, цвет, мне кажется, правильно вроде как передает, но в общем, в любом случае ссылочку откройте, посмотрите, очень-очень такой ярко синий, блин, модель классная, немного укороченная эта кофта, но она то ли большая мне, то ли она на мне просто неправильно села, у меня вот здесь вот именно, вот где ключица, да, где вот плечи, от тела к плечам между грузью, да, вот этот вот участок, там у меня получается как дырки такие, вот реально дырки, то ли она мне большевата, то ли она просто неправильным лекалом, то ли на мне она просто неправильно села, потому что на девочке вот на сайте смотрится обалденно, ну вот я ее и взяла, и цвет, и модель, и здесь знаете как бра, вот так вот сделано, такой вырез хороший, но что-то не то, либо надо какой-то бра подбирать, либо вообще бра не надевать, но она супер сильно открытая получается, в общем девчонки посмотрите, скажите, что в итоге с ней сделать, так, следующая, следующей кофтой я довольна, это очень тоненькая, так, вот эта тоже тонкая, и вот эта, ну примерно таким же, такое же ощущение, тоже тоненькая, коротенькая, укороченная, блузочка, открытая, очень спереди, хорошо здесь сделана лекала, то есть надеваете бра, обычно, да, обычные лямки, все, оно все скрывается, то есть ничего не видно, здесь открытый вырез, очень классно все подчеркивает, и, да, конечно, как первым слоем, носить просто супер, даже зимой, сверху надеть кардиган, либо свитер, либо пиджак, либо что-либо еще, и всегда можно раздеться, да, и остаться вот с такой классной кофточкой, но именно вот как первым слоем вообще классно смотрится, так что вот эту кофту я вам тоже могу советовать, синюю, ну, как-то не знаю, нет, следующая кофта в бежевом таком молочном цвете, это более теплая, чем-то напоминает ангорку, ангора, по-моему, да, ткань такая есть, я не знаю, что за материал, не знаю, ну, наверное, что-то с синтетикой, наверное, связано, я не думаю, что это чистая какая-то шерсть или еще что-то такое, в общем, здесь такое как бы перекрученное, ну, просто обычный такой свитерок на каждый день, классный цвет, мягкая, приятная на ощупь, и смотрится тоже, ну, как, буднично, да, но со всеми вещами, кстати, вам подойдет, можно ее сочетать с брюками, с юбками, сверху надеть второй слой какой-нибудь, и всегда будете знать, что вам надеть по-быстрому, следующее, это уже более теплая вещь, я не знаю вообще, когда это буду носить, потому что у нас пока еще даже холод не намечается, вот, несколько дней было дождливых, вот я успела пару, тройку кофточек надеть, а вот это вот, ну, конечно же, еще рано для нас, вот такой теплый свитер, здесь горло, ну, такое стоячее, да, но оно не прижимает шею, то есть мне достаточно нормально с таким горлом, потому что, как я говорю, я уже водолазки не люблю, объемная, тяжелая, такая серо-бежевый цвет, ну, в общем, хороший, у меня как-то, по-моему, пару лет назад, зимой, у меня как раз была, был гардероб из вот такой гаммы, то есть бело-серо-бежевая гамма, ну, и вот опять почему-то меня потянуло, потому что все лето я проносила яркие цвета. Девчонки, дальше, здесь взяла кофту, более такая тепленькая, вот она примерно такой же материал, как вот у серы, вот с такими рукавами, но помягче, как-то она мягче, здесь рукава уже на плечах, такие, как фонариком сделана, у меня, кстати, была уже такая кофта подобная, ну, из другого материала, тоже вот на подобии рукава, классно, обалденно смотрится, прям уравновешивает фигуру, прям фигура получается песочные часы, то есть здесь как плечи выделяются, потом талию уменьшает, да, вот такие рукава, ну, и дальше там, если вы что-то там, смотря что вы внизу наденете, V-образный вырез, ну, а так она, видите, она самая обычная, вот за счет рукавов она очень выигрышно смотрится, и следующее, подобное, предыдущий, но материал тоже теплый, но он вроде как потоньше, чем вот черную я вам показала, тоже рукава такие фонариком, не вывернула рукав, но здесь уже вырез под горлышко, то есть там, если глубокий вырез, здесь под горло, тоже посмотрите, как смотрится, на каждый день, изумительная кофточка, следующее, вот такой кроп-топ, выполнен тоже, как, знаете, как корсетный вариант, но он не тяжелый, он не корсетный абсолютно, здесь никаких не вставок, ничего, широкие лямки, то есть можно и бюстгальтер надеть вниз, то есть его не будет видно вообще, классная модель, здесь тоже кармашки, не карманы, вот такие накладные штучки есть, наподобие как у юбки, вот, кстати, с юбкой с кожаной, вот стой, классно смотрится, ну и вообще с джинсами, ну опять же с чем угодно, и спереди небольшой замочек, то есть, ну я могу и так пролезть через ноги, я обычно одежду через ноги надеваю, чтобы не пачкать макияжем, вот такой лайфхак у меня. В общем, девчонки, вроде бы последняя вещь, если я что-то забыла вам сказать, я вам просто вставлю примерку, да, и напишу тоже, оставлю ссылочки и размеры, ну вроде бы все. Последняя вещь, это пиджак, такой кожаный, когда он пришел, наверное, немного пах, как-то странно, но я его несколько дней в итоге подержала на балконе, он у меня выветрился, и сейчас вообще не пахнет. Единственный минус, здесь нет подклада, то есть, здесь вот такое, тканевое что-то, размер S, и он мне супер оверсайз, но он и не приталенный, просто прямой крой, посмотрите, как на мне, еще не носила его, потому что я его проветривала, ну и сейчас как бы еще жарко, но на такой переходный период между теплом и холодом, ну такое можно надеть, да, либо под пальто, например, да, просто такой, как аксессуар, я не знаю, как второй слой. Яркий цвет, карманов здесь тоже нет, но я не знаю, если бы они сделали подклад, было бы супер. Такие пиджаки, не конкретно такого цвета, но вот разных цветов, вот именно под кожу, и в Заре, и в Бершке, в Чендем, везде где-то я видела, в общем, они везде сейчас есть, и на скидках, кстати, девочки. Так что, если Лен Шин заказывать, можете пройти в любой магазин, и там вы найдете вот такие яркие пиджачки. Девчонки, на этом все, я, кстати, купила еще, я вот на греческом канале показывала покупки Зары, ну там буквально пару вещей в одном из влогов, если интересно, я уже не буду это отдельно снимать, если интересно, посмотрите мой греческий канал, ну там последний, первый или там второе, предпоследний, да, видео, там в конце где-то есть, я показывала там куртка одна, оверсайз такая длинная, не знаю, может быть в этом видео, не в этом, а в следующем, может быть где-нибудь покажу, если интересно, и джинсы такие широкие, в общем, там особо много не было, что показывать на отдельное видео из Зары, поэтому можете там посмотреть, вот, или пишите здесь, может быть сниму во влоге, где-нибудь покажу, вот, еще и девчонки, у меня есть новинки, аксессуаров тоже из шин, там и сумки, и сейсос, и обувь, и шин обувь, тоже и, ну и здесь какие-то, да, в общем, какие-то покупочки были, в общем, если интересно, пишите, я все это, ну посмотрю, да, состыкую, что вы хотите, стоит снимать, не стоит снимать, тратить, не тратить время, в общем, буду от вас ждать отзывы, пишите также в комментариях, какая вещь вам понравилась больше всего, и, конечно, у меня были еще заказы шин, но там более летняя, более как-то вечерняя, клубная, да, для вечеринок, это я уже не снимаю, потому что, ну как бы лето прошло, и смысла, наверное, даже нет, но вот так, ресессуары, можно было бы вынести в отдельное видео, так что все, девчонки, заканчиваю это видео, если оно вам понравилось, то, конечно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, мы увидимся с вами в следующем видео, целую вас, обнимаю, пока-пока, и до новых встреч!